шанатова дорогие друзья еще раз праздником вас все те кто у нас на верхней горнице я уже передать вертим здесь таком маленьком зале те кто уже еще у нас внизу в первом зале большом и как я уже слышал он уже переполнен я благодарен богу за то что бог делает свою работу я благодарен богу за то что в этот прекрасный новый день нового года да это важное собрание но как бы так переплетается очень так серьезно хочу первую очередь поблагодарить все тех кто участвовал подготовки вот наших нашего места здесь буквально в течение двух недель очень много работали мы переставляли делали изменения даже до вчерашнего дня мы фактически 12 часов люди уходили домой но я верю что это не даром да получится есть этому важность и все те кто пришли сегодня утром увидели какие изменения нашем здании знаете смотря в этот год я бы сказал что очень много бог сделал то что мы прошли то что мы сделали в нашем здании это очень уникально и я хочу сказать большое спасибо каждому кто участвовал в этом создании да за год мы очень много прошли и много перемен прошлый год бы назвали годом семьи и так же получилось мы как семьи соединились и даже несмотря на коронавирус до который бушует до сих пор в этом мире изоляция и тому подобное которая была карантин который мы проходим и проходили мы все-таки стали семьей вы стали поближе семьей к своей семье к детям к родителям забота о людях и я благодарен богу за это время но новый год до роша шана новый год и я бы хотел сегодня говорить мадима дон то есть мы один это праздники господни я не буду говорить обо всех праздниках но не секрет для многих из нас что в этом мире существует множество различных календарей у разных народов и дат празднования нового года китайский там советского союза да там еще мировое там отчисление еврейской и другие подобные много разных новых годов да в отчет времени вы знаете это выбор человека как он считает календарность лет это выбор каждого человека как посчитать календарность всех этих лет но я хочу задать вопрос зачем зачем человечеству нужно было отсчет и сделать календарь отсчет годов или лет про прожитых здесь на земле какова причина человечеству считать года для чего это нужно и какой прок вообще от отсчета времени мое личное такое понятие вообще-то философский вопрос такой но вопрос звучит так какова причина и для чего мы отчитываем год за годом на этой земле какова причина конечно же это философский вопрос но все таки я когда думаю об этом я все-таки опираюсь на священное писание на туру мое личное мнение заключается в том что элохим бог торы до этой библии которую мы читаем он положил основание времени когда отделил свет от тьмы и свет он назвал день а тьму у назвал как ночь таким образом положил начало отсчета времени но на самом деле ну не то что на самом деле а я понимаю что на самом деле когда мы как люди начали отсчитывать время началось того когда этой причиной стала греха грехопадение преступления отсчет человеческого времени как жизни на земле до стало во время преступления когда первый человек съел оплода дерево познания добра и зла это было нарушение того что бог сказал все можете делать питаться кушать и так далее но от этого дерева познания добра и зла не ешьте в день который ты это сделать ты смертью умрешь его понимаем чтобы адам после этого события прожил еще около тысячу лет вот от от дня со своего создания адам почти в тысячу лет прожил несмотря на то что произошло и бог отделил адама от своего присутствия из и выгнал его из эдема потому что что-то произошло преступление после адама до авраама человечество жило тоже довольно долгим днями жизни долголетие было довольно довольно таким нормальным пониманием я думаю что когда мы читали или читали эти и истории о том что люди хотят найти сыворотку долголетие заключается в том что все таки когда-то мы жили долго да от хочется жить и жить и жить и жить не хочется никому стареть и вместо вечной жизни человек приобрел смертность тела потому что бог своем начале хотел иметь отношения вечные и человек он был создан для вечных отношений этот как как вот понятие это не у тебя не утратилось и до сегодняшнего дня но в теле своем человек получил возмездие мы видим быть быть 6 3 говорит господь не вечно духу моему быть пренебрежение человечество человеками потому что они плоть пусть будут дни их 120 лет адам больше 900 лет прожил но и другие люди которые жили до авраама и вдруг бог говорит хватит пускай года их будет 120 лет но знаете даже несмотря на такой срок 120 лет мы мы говорим что это уже вот старожил да так это уже люди которые еще до 100 лет доживает это уже довольно серьезное время и несмотря на долголетие по причине вообще как бы расстройства мира смотря на зло которое происходит болезни грех грех наша с вами жизнь при лучших обстоятельствах при самых лучших обстоятельствах до 120 лет никто не дотягивает пока вот знаете вот вот смотрю вот даже и боксов пускай будет 120 лет и знаете когда был вот буквально несколько лет назад в израиле мне рассказали историю такую да сидят евреи на дне рождения йоси и которые празднуют уже свое 200 20-летие и все поднимают тост говорят и тут его близкий друг говорит йоси шоп ты жил до 120 лет и могу так ему сегодня 120 хорошего вам дня вы знаете понятие понятие что дальше 120 лет как будто господь не позволяет жить но при всем этом я перед царь давид пишет псалмах такие в словам дней наших 70 лет а при большей крепости 80 лет и самая лучшая пора их труд и болезни ибо проходит быстро и мы летим сегодня спросишь любого старца любого человека кто достиг 80 лет и да он смотрит на своих внуков даже может правнуков и говорит как быстро года летят надо найти я думаю что мы понимаем теперь причину когда вот а начался отсчет причина того чего все началось остается вопросом для чего другими словами что должно случиться когда мы достигнем какого-то особенного времени и что это за время мы понимаем отсчет но для чего если мы достигнем какого-то времени какая польза из от этого времени что у бога есть в планах для будущего на этот вопрос как ни странно нам и помогают открыть наши глаза или ответ получить праздники господне моё дим то есть эти праздники господне и росушана становится одним из тех праздников которые помогают открыть сущность цели божьих праздников или времени сегодняшний праздник это череда нескольких праздников или кульминация уже как бы года кульминация года того чтобы должно вообще совокупность просто произошло и что может быть в будущем хотя рожка шана считается иудейским новым годом тора нам говорит о том что господь бог бог израиля и гова заложил календарный отсчет цикла еврейской жизни еще во времена из исхода пессах стал этим первым месяцем отсчета в религиозной жизни еврейского народа и это было месяц несан но перенос празднования нового года современную стилистику празднования как мы празднуем до сегодня весьма объяснимо мы можем объяснить эти все вещи хотя мы читаем в торе очень четко что несан это был первый день или первый месяц года но сама суть чем можно объяснить я первое скажу сбор урожая может связать она сколько год был удачным или нет каждый из нас подходя к концу года мы суммируем насколько наша жизнь была продуктивной и ценной что мы достигли чего мы получили что мы добились в этой жизни и конечно же готовясь к шуве также под это место когда мы раскаиваемся подводим итоги и перенос именно на новую стилистику как бы новый год евреи иудейского года вполне понятно рожка шина это праздники которые соответствуют еще праздник как уже валентин говорил йом труа день трубления в рог это не только трубление напоминание о том что идут дни трепета переживания покаяния от шувы готовность десяти дням но а также здесь еще говорится о суде суд или искупление и нам мы мы часто говорим мы хотим чтобы твое имя было записано книгу жизни на следующий год но трудный зуб шафара в день роша шана также нет не только звучит как бы как бы предупреждение таком чтобы покаяние раскаиваться рассмотреть свою жизнь но также можно его соответствовать тому что восклицание человеческой радости поэтому роша шана является радостным праздником веселья восклицания и причина этому есть наш бог это причина того что как бы вот трубя в рог дали там шофар мы призываем царя некое сшествие божий славы с посреди народа это еще одна причина для праздника роша шана некий радостный звук то есть восклицание звук перед творцом ведь бог наш есть бог и царь наш амэн потому что мы с ну в традиции так как будто мы взываем и призываем царя и бог наш он если является тем царем который над нами правит кто сей царь славы господь сил он царь славы псалом 23 говорит кто это царь господь он есть царь по этой причине в день когда трубят трубу в рог да он не только призывает нас готовности покаяться перед друг другом и перед всевышний только принесет шуву но также и радоваться призывать и восклицать нашего богу или дать вам могу звать его нашу к нам призывать его числа 14 14 и скажут жителей земли сей которые слышали что ты господь находящийся среди народа сего и что ты господь даешь им видеть себя лицом к лицу и облако твое стоит над ними и ты видишь извините все исчезло я сейчас извиняюсь открою другие записи свои так бывает облако твое стыда дними ты видишь перед ними днем ты стоишь перед ним днем столбе облачными ночью в столбе огненным это важно понимать понимать что господь посреди нас бог авраама и цаха якова это не бог который вырезан на пеньке или же из ствола какого-то дерева это живой бог сотворивший небо и землю бог который обещал искупление человеку и дал ему еще обещание быть рядом и этот бог живых они мертвых это бог не имеет облика истукана или идола сделан человеческими руками это тот бог который не желает смерти грешнику но желает чтобы этот человек или грешный человек покаялся пришли приблизил к нему это тот бог который мы все должны будем дать отчет это живой бог который спросит за наши дела здесь на земле и в емкий пур многие верят что так это происходит это бог который сделал невозможное или же удивительно невероятное знаете что он сделал я читаю это в евангелие от юана ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную за что любить свою свое творение за то что преступление сотворил отделился от меня нет не только знаете вот отделение помогала вот богу как бы так напрячься дать законы но думаю что величайшая любовь к своему творению сделала невозможным возлюбить весь мир настолько чтобы отдать своего сына и это надо понимать это понимать очень важная тема хотя израиль является первенцем но бог есть бог отец для всех людей и весь мир лежал во зле и грехе а любовь человеку предусматривала для для всего мира искупление мы называем капород до покрытие и если вы видите замечаете иногда в еврейских таких записях или же фотографиях либо вы смотрите прямой какой-то эфир евреи иногда крутит курицу над головой да некий капород сделать что-то еще одна жертва которая освобождает от от греха но послушайте наш бог дал нам мессию он предусмотрел искупление и это в этом имени и шуа нации иисуса из назарета и стала для нас возможность приобрести мир в нем исаи 44 23 говорит торжествуйте небеса то есть клейкуте ибо господь соделал это восклицать и то есть трубить это то что мы говорим трубить да это крик такой глубины земли шумите в радости горы леса и все деревья в нем ибо искупил господь иакова прославился в израиле для нас верующих еврейского мессию в божий копород то есть божье покрытие без и в безупречную жертву за наши грехи этот день не просто день нового года но этот день радостного торжества потому что над нами есть господь который покрыл нас потому что мы знаем кому мы верим мы знаем кто нас искупил и знаем что наши имена уже записаны в книгу жизни или вы не так думаете то мало мало радости такой да вот и мы понимаем что это наш удел не кровью животных не по крови сегодняшних каких-то еще в традиции но однажды маши их добровольно пожертвовал собой чтобы наши имена были записаны книгу жизни не просто чтобы пожелать будь записан в книгу жизни но чтобы мы были записаны это очень важно понимать то что вечный подарок жизнь вечная да абсолютно дается даром если мы с вами уверены в том что имеем шанс до прийти к богу покаяться и принести тшуру принять его личным спасителем его к под его покрытие его жертву но если вы не уверены в будущем если вы не знаете будете будете будет ли ваше имя записано в книгу жизни я хочу сделать вам предложение которое может быть вы не откажетесь покажу что нужно сделать спасение невозможно заслужить ни один человек не смог заслужить спасение потому что мы все грешны мы все грешны римлянам 3 глава 23 стих потому что все согрешили и лишены славы божьей не только иудеи как избранный народ был лишен божьей славы за все преступления против заповеди божьей но и весь мир также был лишен божьего помилования несмотря на то что они были дети ноя и мы тоже весь мир был лишен божьей славы что значит божьей славы присутствие бога бог не может обитать посреди посреди греха но он не хочет чтобы грешники погибли хочет чтобы каждый из пример спасение галатам 4 4 но когда пришла полнота времени бог послал сына своего динарона который родился от жены подчинился закону он подчинился закону закону который бог говорит что за грех должна быть пролита кровь этот закон он всегда был одинаковым в израиле до могу это машиха я понимаю что пытаются восстановить жертвенники еще что-то чтобы начать жертвоприношение перед всевышним но что-то произошло 2000 лет назад и римлянам 8 3 как закон ослаблены плотью был бессилен то бог послал сына своего и под подобие плоти греховной жертву за грех и осудил грех по плоти сегодня люди говорят любовь спасет мир имея ввиду что наши усилия толерантности между людьми до особенно среди злых людей как ненавидящих друг друга с поможет нам иметь мир отношения толерантности такой да я вам скажу любовь действительно спасет мир я другом по же по-другому скажу любовь бога спасла мир люди думают что любовь спасет мир а я говорю что любовь божья она спасла мир потому что его так возлюбил бог мир что он отдал своего сына это уже прошедший этап и нам нужно только под поверить что бог в его образе сдал нам любовь и 1 и она 4 9 любовь божья к нам открылась в том что бог послал в мир единородного сына своего чтобы мы получили жизнь через него любовь уже есть она не может быть давайте мы будем спасать мир через любовь она уже излилась она уже есть сегодня нужно сделать несколько шагов ибо не послал бог сына своего в мир чтобы судить мир потому что мир уже был осужден но чтобы мир спасен был через него хотя это благодарна вот благовестие уже звучит евангелие почти 2000 лет не думайте что мы как бы ну вот прошедшие 2000 лет это проповедуется и ничего не происходит хочу уверить вас что время она очень очень коротко не думайте что время она остановилась у нас нету времени на раздумья я скажу почему когда мы видим восстановление государства израиль что является пророческим событием перед вторым пришествием очень важное пророчество о восстановлении израиля как пред предшествием до его что-то должно произойти бог соберет свой народ и эти все ситуации которые мы видим мире и смотря на израиль мы понимаем что время очень очень близко но когда нам хочется чтобы было все быстро сейчас завтра мгновенно и и нам нужно иметь терпение подумайте пожалуйста о том что происходит сегодня в мире все катаклизмы ситуации потрясения в наводнении землетрясения которые происходят да мы все это читаем писание как предвестие того что времени у нас очень мало когда мы видим особенно что происходит в израиле и сегодня если вы помните израиль уже подписал еще подписал до декларацию с двумя арабскими странами что позволяет и ему быть признанным в арабском мире еще двумя очень супер дерзавами иметь контакты иметь торговлю ими признание это очень очень важно нам нужно вспомнить что говорит пророческое слово на в роша шана ну что мы говорим роша шана или йом труата когда звучит трудный звук который призывает раздумывать и в этот йом труа нам нужно помнить что значит эти звуки амос 22 один из малых пророков говорить я пошлю огонь на мало и пожрет чертоги киреофа и погибнет мало среди разгромов шумом и при звуке трубы при звуке трубы придет какое-то разрушение и самое удивительное как бы сказать и знаки знаки чем мое событие которое мы можем ожидать это то что написано в книге которые все знают мы знаем о том что один из младших учеников ешуа иоанн который умер своей смертью мы понимаем что откровение иоанна это еще одна книга который нам возвещает о пришествии и эту книгу еще знаю как книга апокалипсис то есть время когда придет конец всему живому на земле и когда некоторые кинокритики или же те режиссеры читают эту книгу каждый хочет туда всунуть немножко своей фантазии да но знаете я хочу чтобы мы понимали что эта книга как раз и описывает нам рожка шана или йом труа и действие в это в этой книге должна на должна нас под тяну подталкивать о размышлении что происходит последнее время восьмая глава восьмая глава и когда я когда он снял седьмую печать сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса и я видел 7 ангелов которые стояли перед богом и дано им 7 труб возможно таких но в греческом слове то написано что эти были трубы такие серебряные они прямые да которые вот громко звучат у нас такая труба одна есть мы сейчас не помним где мы ее положили чтобы во всем этим переездом но смотрите и я видел всем ангел которые стояли перед богом и дано им 7 труб и пришел иной ангел стал перед жертвенником держа золотую кадильницу дано было ему множество фимиама чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник который перед престолом и вас вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангелы перед богом взял ангел кадильницу наполнили огнем с жертвенника и поверх на землю произошли голос и громы и молнии землетрясения 7 ангелов имеющих 7 труб приготовили трубить помните мы понимаем что рошхошана или йом труа это праздник труб да или звучащего тревожного звука но мы как для верующих это для нас не тревожно наоборот радостный звук радостный потому что мы знаем бога живого первый ангел вострубил и сделался град огонь смешанный с кровью и пали на землю третья часть деревьев сгорела вся трава зеленая сгорела вы когда-нибудь слышали о таких пожарах которые вы сегодня видите в новостях и америка и россия и вот в сибири миллионы гектаров леса просто горит катастрофа которые раньше наверное мы дабы как бы никогда не слышали таких пожарах но мы увидим я не говорю что это уже происходит после говорю вам о том что мы должны быть внимательны второй ангел вострубил и как бы большая гора пылающий огнем не не сверлился море и третья часть моря сделалась кровью хотя тут ну что за такое интересное вы знаете что сегодня экологи бьют тревогу о том что происходит в океанах как сколько рыбы гибнет и животных там даже и умерла третья часть отошвизленных тварей живущих море третья часть судов погибло катастрофы катастрофы 3 ангел вострубил и упала с неба большая звезда горя горячая подобно светильник упала на третью часть рек и на источники вот я не буду читать обо всех этих страшных истории потому что это это праздник должно быть праздник веселья да и я не буду на вас ногти навеивать этот тревожный такой грустный мотив я не собираюсь для меня этот праздник праздник восклицания радости о том что наш машеях он жив наш бог он отвечающий бог и мы в этом в радостном воспевании до призовем бога на хорошую шана в нашу жизнь наши обстоятельства потому что наш бог он милосердный бог миллионы миллионы верующих вешуа людей знают в кого они верят и и луки 10 глава 20 стих говорит однако же тому не радуйтесь что духи вам повинуется но радуйтесь тому что имена ваши написаны на небесах этот праздник для того чтобы нам порадоваться сказать аминь из то что я знаю кто господь я уверен в нем он мой милосердный господь и он мой искупитель он жертва за мой и за мой грех о мой копорот да он то кто меня освободил от греха и он записал мое имя уже на небесах да и описание говорит да не смущается сердце ваше веруйте в бога и меня веруйте если у вас смущение приходит о празднике что же это за праздник еще говорит веруйте меня и в бога верите в этот день я хотел чтобы мы помолились молитвой к богу и приняли миссии его как дар спасения для того чтобы наши имена были записаны книгу жизни я более скажу надо бояться не то чтобы чтобы наши имена забыли записаны ну говорить как хочется чтобы твои имена были записаны а наоборот чтобы мы на самом деле переживали а те кто верующий чтобы наши имена не были оттуда вычеркнуты наоборот сделаем мы желаем чтобы ваши имена были записаны а я наверно буду желать больше хотел бы чтобы наши имена не были там вычеркнуты чтобы не получилось так мы пришли туда а он сказал я никогда не знал вас так подожди твоим именем это все делали одно второе третье он скажет секунду дайте мне посмотреть ну вычеркну этот вычеркнут этот вычеркнут за что я пришел к вам а вы меня и анагимы вы не одели меня я был в тюрьме вы не посетили меня в этом кричали там изгоняли в этом дергались как из всех сторон а я был тут в нужде и вы не посетили вы понимаете чем я говорю нам нужно как верующим людям знать быть уверен что наши имена записаны книгу жизни потому что мы приняли и шоу своим личным спасителем но боятся чтобы наши имена не были там вычеркнуты чтобы мы пришли пристали пред ним и не было стыдно услышать яся я фима я рая и а тут чтобы не было так секунду секунду посмотрите мой список как в том тоже рассказе богатый человек умер много сделал на земле посол не одну церковь создал небо и много разных приютов давал на благотворительность давал нищим он приходит стоит стучится долго-долго вдруг открывает и могут их кто быть я тот кто давал на храм помогал бедным как фамилия я не буду говорить чтобы никто не по ней не обиделся подожди подожди дай подосфере приходит обратно дает ему кулек вы что это вы посовещались решили тебе вернуть деньги вы может многое что делаете но ваше сердце не в боге надо узнать о нем надо чувствовать его надо иметь с ним отношения каждый день не только на хороша шана емки пур или же песок нам нужно с ним ходить каждый день и в этом сама суть написано что адам прохладе дня ли бог прохладе дня общался с адамом каждый день это условие осталось для нас сегодня хотя бы в смертном теле мы решились нашего многолетия но наш дух он свободны я слышал один комментарий что фактически бог как через шофар в тул в человека этот дух паск в его жизнь то есть в тело как будто вот этот крик живи нам сегодня этот звук тоже нужен а чтобы жить нужно принять принять его прощение принять его жертв его к поход его покрытие и я верю что последующие несколько недель темы будут конкретно касаться и живы покаяние раскаяние праздник торы чтобы мы понимали что нам слово дано на каждый день путеводителям праздник суккот который дает нам единство объединения с друг другом и радость что мы многонациональная община да это наше время это наш праздник я вам говорю шана то вам с праздником пускай бог авраама и цаха якова он будет с вами чтобы его любовь отражалась через ешуа мессию если вы никогда не принимали его личным спасителем сегодня это возможность сделать получить радость радость что ты его и твой имя записан если вы хотите это сделать просто подойдите к любому человеку скажите вот он говорил о покаянии что то такое что мне нужно сделать чтобы унаследовать царство небесное чтобы мое имя было записано книги жизни и расскажу что вас каждый человек сможет провести через молитву а так мы сейчас все станем наши ноги потому что у каждого есть за пазухой камушки да в это время многие раскаиваются как будто вытаскивая камень из-за за пазухи это идут водоемом через хребет бросают чтобы сказать твои грехи я не воспомянул больше забросить их куда-то а я говорю не забрасывайте отдайте их богу он понес уже и шоуа понес на госом кресте все наши грехи в это может быть трудно поверить но без вариантов сейчас молитве вот поклонение скажите ему я пришел при тобою в этот праздник я понимаю что мне нужно радоваться трубить при тобою ну так тяжело моим грехом я хочу его дать тебе я понимаю что я должен быть наказана все мои преступления а также я знаю что ты ешуа был наказан за мои преступления за мой грех ты пошел на глаголский крест добровольно тебя не распяли евреи или же римляне тебя распил мой грех тот и что ты взял на себя мое поздравление поругание от отца было дано и я благодарен за это снимая с меня ношу дай мне легкость моего спасения чтобы мое имя сегодня было записано в книгу жизнь я хочу быть там где ты где мои друзья которых я знаю что они приходят в общину они уверовали в тебя я хочу быть с тобою вечности и я благодарен тебе за и шума спасибо тебе спасибо тебе спасибо тебе спасибо тебе все дыхание мое все что есть в руке привет я я здесь не того чтобы могло не принадлежать тебе ты всего достоин вот я здесь все дыхание мое все что есть в руке моей все а на себе вот я здесь не того чтобы могло не принадлежать тебе ты всего достоин вот я здесь я склоняюсь я склоняюсь все что есть а 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 нас все дыхание мое все что есть в руке моей все отдам тебе вот я здесь мне того что бы могло не принадлежать тебе ты всего достоин вот я здесь або расходясь с этого дома молитвы мы ожидаем перемен последующий год год восстановления я верю что это так потому что то что мы прошли куда мы идем нам нужно восстановление не только в работе экономики или политики а восстановление с богом потому что у многих потеряли веру куда те что когда почему не так вот восстановление для того чтобы он останавливался для нас мы должны несколько вещей сделать смотри что происходит вокруг тебя будь внимательны к тем событиям которые происходят вокруг тебя ты как взявшись за плуг за дело который бог тебе дал не оставляем не отворачивайся потому что работа которая есть она для тебя твоем призвание откажись от тех людей которые тебя оттягивают от бога увлекают тебя далеко от божественных и божьих правил и самое главное в этом году нужно будет нести на себе очень много ответственности как волк который забыл запряженный быть с ним но яшуа сказал иго мое легко прямо моих не тяжело он с нами рядом чтобы помочь нам нашим временем и пускай бог авраама и цаха якова благословит вас сохранит вас призрит на вас святым лицем свои помилует и даст вам мир вашей работе ваших отношениях ваших действиях пускай будет мир в этом году восстановление благодать милость амэн 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 Субтитры создавал DimaTorzok